Здравствуйте, дорогие мои ненаглядные пьянчуги! С удовольствием констатирую тот факт, что несмотря на сложную педиагогическую обстановку, сложившуюся в регионе России, да и в мире в целом, мы, тем не менее, продолжаем пить. И сегодня мы будем говорить с вами о текилочке. Значит, текила это вообще прекрасный напиток, который давно стоил особого упоминания, но что-то как-то не доходили руки. Сейчас вкратце посвящу вам темпу, чтобы вы просто вообще понимали. Итак, за текилу. Ну, я думаю, 90% россиян, так же как и я, о текиле узнали из просмотра американских фильмов, в частности, фильмоспециалист Сильвестром Сталлоне, Шарон Стоун и Эриком Робертсом. Когда бандит в исполнении Эрика Робертса заходит в бар такой. Мне, пожалуйста, текилу золотую. Но потом настали прекрасные времена, когда появился алкоголь в изобилии, и всем мы эту текилу начали пить. Кому-то она пришлась по вкусу, кому-то не пришлась. Дело десятое. Итак, вкратце за текилу. Бывает текила на этом белом свете ровно двух видов. Белая. И что, сука, блядь, характерно? Золотая. Что из себя текилу представляет? Так это продукт перегонки. Голубой агавы. Это кактус такой в Мексике растет. К этому чуть позже вернемся. Ну, не только в Мексике, а вообще в Латинской Америке, скажем так. В Центральной Америке, с точки зрения географии правильно говорить. Чем отличается серебряная от золотой? Это ровно тем, что золотая подвергается дополнительной выдержке в бочках. Поэтому, как правило, золотая несколько дороже. Ну, потому что ее изготовление обошлось производителю в несколько большее время и, соответственно, деньги. До сегодняшнего нашего обзора я взял Альмеку. Это, ну, наверное, самое популярное виски на Тьфу. Все. Крах. Текила на российских прилавках. Но глобально мы все знаем, что есть еще Сауза, что есть всякие там Трес Сомбрерос. Ну, есть дорогущие текилы. Есть текила, которая стоит, поверьте мне, несколько сотен долларов даже в Дьюти Фри. Но таким, наверное, ну, вряд ли мы будем пить. Но самое прекрасное, что текила, она, правда, мало по вкусовым характеристикам отличается от цены. Ну, в зависимости от цены. Вот, правда, этот специфический привкус, он либо более ядреный, либо более мягкий, но он присутствует всегда. А убирать его совсем, это значит кастрировать текилу, лишить ее какой-то самоидентичности. Ну, и поэтому, в целом, глобально говорю, пить можно что Саузу, что Альмеку, что вот эти всякие Педро Робейры там, дорогущие. Глобально люди, которые любят текилу, любят любую. Теперь, значит, не могу не процитировать из одного фильма. Я считаю, что просто очень грамотно рассказано вообще про производство текилы в фильме «Четверг». В переводе Гоблина в России как кровавый четверг он приходил. Там просто, я считаю, технология раскрыта. Я позволю себе процитировать. Как ты думаешь, что ее делают? Врыт в землю деревянный огромный чан, а на краю его, свесив немытые ноги, сидят грязные мексиканцы. Сидят и жуют агаву. Жуют-жуют, а что пережуют, срыгивают внутрь. Когда он рыгает в полный чан, ему дают отстояться под крышкой. Когда забродят, сверху снимают пенку. Так получается мискаль. Потом его перегоняют. Неудивительно, что от него маняет немытыми ногами. Ну вот, если убрать излишнюю экспрессию, то в целом вы получили очень хорошее представление о технологии производства текилы. Конечно, я думаю, что деревянный чан в этом земле сейчас заменяют какие-нибудь жестяные танкеры, алюминиевые или нержавейки. Что, конечно, текилу, вот эту агаву-голубую измельчают каким-то механическим способом. Но прекрасно то, что текила сбраживается при отсутствии дрожжей. То есть, те, которые естественным образом присутствуют в воздухе. Ну, а перегонка самая обычная. Более того, по последним моим неподтвержденным до конца сведениям, при производстве текилы даже уже ректификацию позволяется использовать. Хотя, мне кажется, это, конечно, отлукаво. Я против вообще ректификации как метода получения спиртов. Ну, теперь, значит, перейдем к культуре употребления этого прекрасного напитка. Ну, мы все пьем текилу и, конечно же, знаем, что самое главное, это вот взять вот соль, да, вот так вот насыпать, ахуйню, значит. Потом, значит, взять долечку лимона, а лучше целый лимон, вот так вот, вот так вот поделать, а так вот соль помакать, да, чтобы налипло, значит, по краям. Хуйню вот так вот надеть. Налить текилы. А, да, да, да. Подача, да, барная. Скажу вам честно, ребята, как просто практически безмолвный очевидец вот этих событий. Если вот так где-нибудь... Если вот так вот где-нибудь сделать в Мексике, на курортах, уж не дай бог там еще где, то все окрестные вот эти немножечко чумазы, немножечко отцеки, а немножечко испанцы вокруг будут тыкать вас в пальцы и выключать, ха-ха-ха, глупый Григо, какой же он мудак. Поверьте, это придумали американцы, которые любят вот подачу больше, чем технологию. Глобально ни лимон, ни соль, вот это сочетание никак не улучшает, не подчеркивает вкус текилы. Вот я вам отвечу, ребята, не верьте, проверьте. Возьмите водку и точно так же сделайте. Лимон и соль сами по себе дают неплохое сочетание. И вы точно так же можете пить водку. Точно так же можете пить самогон. Точно так же можете пить коньяк вот с лимоном и да с солью. Ну, хотя для коньяка, может быть, с сахаром будет лучше. Но глобально так никто ее не пьет. Потому что все, что хорошего есть в текиле, не нуждается ни в каком подчеркивании. Может быть, когда-то где-нибудь один мексиканец закусил там долька лайма текилу, потому что она была, ну, не очень. И вот, видимо, оттуда это все пошло. Глобально, в общем, поверьте, ребята, вот это просто ебаный фуфил, это полная хуйта. Текилу нормальные мексиканцы, я их наблюдал в естественной среде обитания, пьют, как мы русские, пьем водку. Из небольших рюмочек, небольшими глоточками, не смакуя, а продергивая залпом. Вот так нормально. Два здоровья. Ну, хочу сказать, конечно, да, что еще у текила есть такая особенность, слушай, не знаю. Ну, расскажу. Она не моя индивидуальная, на меня это тоже имеет такой эффект. Но про нее я рассказывал много разных людей. Я вот как-то это послушав, уже только тогда начал оценивать свои ощущения. Так вот, как-то не странно звучит, но текила, хотя и 40-градусный напиток, она бодрит. То есть, если я выпью бутылку водки в одно лицо, а это вполне реальное достижимое, ну, я где-то через полчаса, минут 40, максимум через час, буду, ну, изрядно пьяным, прям крепко пьяным. Если я в 4 часа утра, где-нибудь в ночном там клубе, когда они еще работали, выпивал 5, 6, 7, 8 шотов текилы, с меня проходила усталость и сонливость. То ли вот из-за этого резкого привкуса, который как бы такой, а, прям взбодривает. Ну, потому что, видите, влияние алкоголя на организме седативное, оно в любом случае одинаковое. Но текила, правда, бодрит. Сама по себе. Это прекрасно. Ну, и чтобы закрыть тему окончательно и полностью, давайте просто посмотрим, дает ли выдержка хоть какой-то вообще осязаемый эффект. Я, так и говоря, почти всегда пью самую обычную текилу. Ну, типа ту, которую называют серебряную. Сейчас попробуем гол. Если честно, не вдавался никогда в технологию, но думаю, вряд ли они выдерживают эту текилу больше там года. Но достаточно долго они выдерживают, чтобы она окрасилась. Пахнет одинаково. То есть, кроме цвета особо пока что ничего не отличается. Ну, окей. Определенный привкус у золотой текилы есть. Если вам нравится, то можете использовать ее в работе. Кстати, вот отличная тема. Что хорошо подходит под текилу, так это сочный свежий огурец. Гораздо лучше ему на. Ну, на этом я считаю все, дорогие алкаши. Мне еще предстоит приговорить примерно литр агавовой самогонки. Вам, я считаю, надо бухать, не болеть и почаще выходить на связь. Счастливо, ребята. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!